Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Прошу Аллаха Аззаваджалля сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. Это двадцатая серия из цикла истории о татаромонголах. В прошлой серии мы остановились на подготовке к кутузам мусульманской армии, состоящей из мамлюков-бахритов, мамлюков-муаззитов, войск Дамаска, хамы и остальных свободных войск с разных стран и городов. Мы остановились на том, что страна оказалась в экономическом кризисе, и на желание кутуза обложить народ налогом, чтобы иметь возможность вооружить армию. Однако Аль-Изз ибн Абдуссалям, да помилует его Аллах, издал смелую фетву о том, что нельзя финансировать армию со средств народа, если только все эмиры, мамлюки и сам правитель не продадут всё своё имущество, чтобы чиновники в этом деле были наравне с простыми людьми. И только тогда, если армия будет всё ещё нуждаться в средствах, можно обложить народ налогом. Ещё более удивительным, чем фетва Аль-Изз ибн Абдуссаляма, да помилует его Аллах, был ответ кутуза, да помилует его Аллах, который сказал «Я продаю всё, что имею в пользу армии мусульман». И действительно, он продал всё, чем владел, и оставил себе лишь своего коня и оружие. Так же поступили эмиры и визири. И все вдруг обнаружили, что удивительным образом для подготовки всей армии хватило средств эмиров и визирей, и кутузу, да помилует его Аллах, даже не пришлось вводить новый налог. Люди увидели, что страна богата и что денег много, просто весь этот денежный поток шёл в определённом неправильном направлении. В итоге, аль-хамдулиллах, средств хватило, и мусульманская армия была подготовлена. И теперь нужно подумать о практических шагах сражения. Где оно произойдёт, как оно произойдёт, и какое место лучше всего подойдёт для дислокации основной силы мусульманской армии. Кутуз, да помилует его Аллах, считал, что им необходимо выдвинуться и сразиться с татаро-монголами в Палестине. Что египетская армия вместе с союзными силами должна преодолеть всё это расстояние от Каира до того места в Палестине, которое военные посчитают наиболее подходящим. В то же время, египетские эмиры, мамлюки и все остальные, кто владел словом, были не согласны с Кутузом в этом решении. Они считали, что будет лучше, если Кутуз будет воевать на территории Египта. Несмотря на разногласия в выборе локации, будет это Каир или Восточная пустыня или Синайский полуостров, или же любое другое место в Египте. Поводом для склонения к такому решению послужили две основные вещи. Во-первых, это сугубо националистический взгляд на вещи. Наша страна – это Египет, а не Палестина. Так давайте же защищать свою страну, для нас важно это. А Палестину же пусть защищают палестинцы. Многие эмиры тогда придерживались этого мнения. Во-вторых, что немаловажно, если мы не выйдем из Египта, то возможно татаро-монголы по какой-либо причине не придут. Они увидят движение джихада, увидят подготовку армии, увидят большую Синайскую пустыню, побоятся, что их армия погибнет, отвлекутся на что-то другое. Может случиться так, что боя и вовсе не будет. Мы не хотим воевать с татаро-монголами, кроме случая крайней необходимости. У нас есть шанс избежать войны с татаро-монголами, если мы останемся внутри страны. Кутуз, да помилует его Аллах, имел абсолютно иное мнение на этот счет. Он встал и пояснил свою позицию эмирам, визирям, ученым, факихам и народу. Кутуз, да помилует его Аллах, сказал, что роль Египта в данном случае сводится не только к обеспечению национальной безопасности. Вопрос не в национальности, не в происхождении и не в месте рождения. Это по-настоящему вопрос религии. Это вопрос ислама. Вопрос в том, что татаро-монголы завоевали земли мусульман. И весь мир, как сказал Аль-Из ибн Абдуссалям, весь мир обязан, имеется в виду весь исламский мир, встать на их пути. Именно поэтому Кутуз, да помилует его Аллах, хотел выйти с армии для поддержки жителей Палестины, даже если татаро-монголы еще не вошли в Египет. Даже если мы представим, что татаро-монголы не хотели воевать с египтянами, то египтяне, в свою очередь, хотят воевать с ними, защищая свою хоть и не национальную, не союзную, но исламскую родину. Джихад на пути Аллаха, спасая мусульман в Палестине или в Сирии, или в Ираке, или в любой другой оккупированной татаро-монголами стране мусульман, это не услуга, не помощь и не добрый жест от жителей Египта по отношению к другим исламским странам. Это долг и обязанность мусульман. Так считал Кутуз, да помилует его Аллах. В этом его поддержали и ученые во главе с Аль-Изом ибн Абдуссалямом, да помилует его Аллах. К тому же за этим шагом стоят очень важные стратегические цели. Элемент внезапности. Если мы станем ждать татаро-монголов у себя в стране, они смогут выбрать место и ход сражения. Вместо этого мы застигнем их врасплох, отправившись в Палестину. Также нужно продумать план отступления. Если нам в Каире придется отступать, куда мы пойдем? Отступив, мы потеряем страну. А если мы будем отступать из Палестины, у нас будет несколько пунктов для отступления. Набор новой силы и возможностей противостоять монгольскому натиску. Вдобавок ко всему этому, безопасность египетского народа начинается от восточных границ. Как египтяне в это время смогут чувствовать безопасность как внутри Египта, так и за его пределами, когда Палестина будет захвачена таким грозным и мощным врагом, как татаро-монголы? Будь это татаро-монголы или любой другой враг с такой силой, это грозит серьезной опасностью для самого народа Египта. Поэтому Кутузу да помилует его Аллах, который тщательно анализировал все вокруг происходящее, Аллах помог сделать правильный выбор. Он настоял на том, чтобы отправиться в Палестину по этим озвученным большесоображениям. И совету из группы ученых, факихов и командиров армии пришлось с ним согласиться. Армия была готова выйти в поход из Египта в Палестину. Местом сбора войск была местность Ас-Салихия, к востоку от Каиры, куда отовсюду стягивались войска из юга и севера Египта, войска самого Каира, а также союзные сирийские войска. Армия начала свой путь в сторону севера, по северному побережью Синайского полуострова, направляясь в Палестину. На своем пути из Египта в Палестину исламская армия столкнулась с большой проблемой. Проблема заключалась в том, что в Палестине, в Сирии и близлежащих регионах существовали некоторые крестовые княжества, где уже долгое время жили крестоносцы. Эти крестовые княжества представляли реальную опасность для исламской армии, которая идет воевать с татаро-монголами. Безусловно, самым опасным из этих княжеств было княжество Акка на севере Палестины, просим Аллаха о полном ее освобождении. Что с этим делать Куттузу? Перед ним татаро-монголы, которые скоро придут на него с войной. Перед ним также и крестоносцы, которые могут примкнуть к монгольской армии в этой войне. И тогда ситуация станет действительно чрезвычайно опасной. Давайте поразмышляем вместе с Куттузом и подумаем над тем, как можно разрешить подобную сложную ситуацию. Во-первых, в анализе Куттузом, да помилует его Аллах, крестоносцы были такими же врагами мусульман, как и татаро-монголы. Они оба враги мусульман, они оба воюют против мусульман и оба ведут оккупацию мусульманских земель. Да, возможно, мне нужно расставить приоритеты, но я всегда должен четко понимать, кто является врагом, а кто другом. В этой ситуации первый – это враг, а второй – тоже враг, так как они оба оккупировали землю мусульман. Возможно, даже крестовая оккупация опаснее татаро-монгольской. Несмотря на то, какие огромные территории были оккупированы татаро-монголами, сколько они пролили крови и совершили бесчинств, крестовая оккупация отличается от оккупации монгольской двумя важными аспектами. Первый – это то, что крестовая оккупация – это идеологическая борьба. Вопрос заключается в религии. Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если только смогут. Монгольская армия никогда не стремилась распространить свою религию. Татаро-монголы не занимались миссионерством. Они знали, что та религия, те нормы и догмы, которые им оставил Чингисхан, не имеют особой ценности и значения. Крестоносцы же призывали к христианству везде, куда они добирались. Хотя они и сталкивались со значительными трудностями в деле отдаления мусульман от их религии или их обращения в другую религию. Однако в их войнах, которые они вели уже очень долгое время, сохранялась идеологическая подоплёка. Мы уже говорили в прошлых сериях, что между крестоносцами и мусульманами велись постоянные войны. Второй немаловажный момент – это то, что оккупация крестоносцами Сирии, Палестины и Турции была колонизацией. Это было не просто военной оккупацией. Люди вместе с солдатами стали жить на этих территориях. Их становилось всё больше и так, поколение за поколением. С тех пор, как крестоносцы начали жить в Палестине, сменилось уже 4-5 поколений. Всё, они уже считают её своей страной. Люди рождались, проживали всю свою жизнь и умирали в Палестине. Они даже не видели Европы, не видели ни Франции, ни Италии, ничего другого из тех королевств, из которых их предки ранее прибыли сюда. Всё, это стало их родиной. Они уже благоустроились в этой стране. Татаро-монголы же вели лишь военную оккупацию. Весь народ, сами татаро-монголы жили в Монголии или в Китае. А солдаты монгольской армии хоть и находятся довольно долго на мусульманских землях, они всё равно в итоге уйдут. Как на примере с Андалусией, если вы взглянете на её территорию, то найдёте такой же сценарий. Вы увидите, что крестоносцы оккупировали и колонизировали земли Андалусии. Поэтому с уходом мусульман в Андалусии исчезла и вся память об исламе. Таковой была и крестовая оккупация. Такая же оккупация происходит сейчас со стороны евреев в Палестине. Просим Аллаха о её полном освобождении. Это первый вопрос, которым задался Куттус. Татаро-монголы враги, а также крестоносцы, которые оккупируют наши земли, тоже враги. Второй вопрос. Вполне вероятен союз крестоносцев с татаро-монголами. Мы видели не одну попытку союза крестоносцев с татаро-монголами ещё со времён самого Чингисхана. Эти попытки никогда не прекращались. Затем мы видели это сотрудничество на деле при взятии Багдады. Мы видели князя Антиохии, Антакии, Боэмунде, а также правителя Армении Хитуме. Мы видели христианского полководца татаро-монголов Китбугу. Мы видели сотрудничество с крестьянами в Дамаске. Мы видели очень много подобных союзов с татаро-монголами. Есть большая вероятность того, что княжества крестоносцев станут сотрудничать с татаро-монголами в этой войне против мусульман. И тогда это обернётся большой бедой для последних. Третий вопрос, который также волновал Кутуза, и который также очень важен, это то, что княжества крестоносцев в Сирии и Палестине недолюбливали татаро-монголов. Подобно тому, как крестоносцы ненавидят мусульман, точно также они ненавидели татаро-монголов. Татаро-монголы, к вашему сведению, вырезали сотни тысяч и даже миллионы христиан в Восточной Европе. Да, это были православные христиане, а не католики. Тем не менее, они были христианами. А затем, как мы уже рассказывали ранее, они назначили православного патриарха над католической церковью, чего ранее в истории никогда не случалось. Это привело к некоторым волнениям, беспокойствам и абсолютной неприязни во всех крестовых княжествах. Однако Боэмунд был, как говорится, реалистом, и ему ничего не оставалось, кроме как смириться с этим, потому что он осознавал своё ничтожное положение по отношению к этому огромному монгольскому королевству. Но обратите внимание, что крестовые княжества, в частности, княжества Акка, были ревностными католиками. Они очень строго придерживали свои религии. Поэтому они были категорически против того, чтобы православный патриарх возглавлял католическую церковь. Им очень не понравилось то, что татаро-монголы, придя в Сирию, вмешивались во внутрирелигиозные дела, в которых они мало что понимали и навязывали там свою волю. Это воспринималось как унижение крестоносцев. Также после прихода татаро-монголов мы замечаем попытки князей Пейрута и Сайды, Сидоны, расширить границы своих владений за счёт близлежащих исламских сёл и городов, полагая, что сейчас для этого самое время. Но они натолкнулись на сильную преграду в лице татаро-монголов, которые считали, что все эти территории теперь безраздельно принадлежат исключительно им. И это они позволили крестоносцам тут жить. Поэтому, когда князья Сидона и Бейрута взялись за эту инициативу, Кит-Буга отправился в Сидон и Бейрут и разрушил два этих города. Это сильно повлияло на дух крестоносцев. И они почувствовали, что перед ними стоит большое чудовище, которое проглотит всех мусульман и крестоносцев в регионе, как это было сделано ранее в Европе. Кутус также брал в расчёт, что несмотря на то, что ранее крестоносцы сотрудничали с татаро-монголами, они всё-таки очень боялись их и прекрасно знали, что с татаро-монголами нельзя иметь никаких дел. Также важным пунктом в аналитике является то, что крестоносцы Акки обессиленны. Со времён сражений при Эль-Мансуре и при Фарискуре, когда было убито большое количество воинов, армия крестоносцев значительно ослабла. В своём походе на Думьят, а затем на Эль-Мансуру, Людовик IX пользовался большой поддержкой крестоносцев Акки и других сирийских княжеств. Тогда было уничтожено большое количество солдат крестовой армии. И княжества, лишившиеся такого большого числа воинов, оказались в большом упадке морального духа и в плохой экономической ситуации. Их немощное положение не позволяло им вести длительное сопротивление против мусульман. Пятый и последний пункт в аналитике. Уттузда, помилует его Аллах, знал, что Акка – это очень укреплённый в оборонительном плане город. Возможно, даже это был самый хорошо укреплённый город во всей Сирии. Для того, чтобы понять, насколько качественно этот город был укреплён, достаточно упомянуть тот факт, что город Акка был захвачен ещё в 492 году по хиджре. А мы говорим о событиях 658 года по хиджре. То есть, со дня его оккупации прошло уже целых 166 лет. Лидеры мусульман, с давних пор, ещё со времён Амадуддина Занги, Нуруддина Махмуда, Салахуддина Аль-Айюби, все они и последующие предводители пытались освободить Акку. Но никто так и не смог этого сделать. Этот город был действительно неприступным. Поэтому Куттус считал, что если он возьмёт в осаду этот город, то ему придётся потратить не один месяц у стен этого города крепости Акке. Давайте же теперь расставим все эти карты рядом друг с другом и посмотрим, как мог рассуждать Куттус. Крестоносцы слабы, хотя и обладают хорошо укреплённым городом. Они могут сотрудничать с татаро-монголами, хотя и недолюбливают их. Куттус, да помилует его Аллах, расставил цели и прикинул, что ему делать. Он имел общие и поэтапные цели. Его общая цель заключалась в освобождении всех земель мусульман от всех врагов, кем бы они ни были. Татаро-монголы, крестоносцы, иудеи, любое религиозное или политическое движение, враждующее с мусульманами и захватившее хоть малую долю исламских земель, должны быть изгнаны и территории должны быть возвращены. Тем не менее, существует такое понятие, как поэтапные цели. Существуют приоритеты. Перед ними сейчас главный враг – это татаро-монгольская армия. У нас есть и малый враг – крестоносцы. Они слабее татаро-монголов. Они на данный момент являются меньшей проблемой, чем татаро-монголы. Куттус, да помилует его Аллах, решил заключить договор с крестоносцами, чтобы нейтрализовать возможный союз крестоносцев с татаро-монголами и иметь возможность бросить все свои силы на борьбу с татаро-монголами. И только после этого, в скором времени, после того, как мы уладим все проблемы с огромной монгольской армией, мы подумаем о том, что делать с крестоносцами. Он решил вести переговоры о мире и действительно отправил большую дипломатическую миссию в Акку, чтобы обсудить временное перемирие, до тех пор, пока не будет завершена война с татаро-монголами. Делегация отправилась к крестоносцам с предельно ясным посланием. Крестоносцы хотели полного, как это называется, вечного мира, однако Куттус, да помилует его Аллах, настоял на том, чтобы перемирие было временным. Потому что мусульманам нельзя заключать договор с врагом, подтверждая тем самым легитимность их власти на землях мусульман. Только временное перемирие, 10 лет, 5 лет, 3 года, определенный промежуток времени до завершения определенной задачи. Так мусульмане настояли на том, чтобы перемирие было лишь временным, чтобы после этого мусульмане не были обвинены в нарушении договора. Крестоносцы с радостью приняли это предложение. Заключить перемирие с мусульманами и не участвовать в войне против мусульман. Они даже предложили мусульманам свою помощь в войне против татаро-монголов. Но Кутуз, да помилует его Аллах, отказался принять эту помощь. Он, конечно, не мог доверять крестоносцам и их присутствию в рядах армии. Это могло повлиять на воинов и на исход сражения. Кутуз, да помилует его Аллах, к тому же использовал два очень важных средства – кнут и пряник. После завершения дипломатических переговоров он пригрозил им, что если договор будет нарушен, то я обрушусь на вас после того, как разберусь с татаро-монголами. Посмотрите на его уверенность. Он верит, что Аллах поможет ему одержать победу над татаро-монголами. И после этого он возьмётся за крестоносцев и точно так же разобьёт и их. А в качестве пряники он пообещал, что после того, как он одолеет татаро-монголов, продаст им часть трофеев и хороших монгольских лошадей по низкой цене. Максимально уверенно, дорогие братья. Крестоносцы согласились с этим. И исламская армия вышла и была уже на расстоянии нескольких километров от Газы. Как вы думаете, что произойдёт в Газе? Что случится с монгольскими пограничниками в оккупированной Газе? И что случится с основной армией татаро-монголов во главе с Китбугой? Это и многое другое мы узнаем по воле Аллаха из следующей серии. Прошу Аллаха Аззаваджалля даровать нам понимание Его путей, научить нас полезному и сделать полезным для нас то, чему Он нас обучил. Только Он на это способен и только Ему всё принадлежит. Вассаламу алейкум, рахматуллахи в баракату.